Зелёным зонам и по, например, у нас в Украине есть чёткое различие между зелёными зонами, которые даже лесопарк были, несмотря на то, что он лесопарк был, он природный парк, всё равно это объект благоустройства. Но у нас есть ландшафтно-рекреационный зон. Как на уровне законодательства в Эстонии отличается, потому что вот та большая зелёная зона, она всё равно, там, где коровки гуляют, выгуляют и косят траву, она всё равно считается парком. Но даже мы не очень аккуратны, как называть место парком, это зелёная зона. И тоже у нас уже эти парки, которые там где-то в Украине или города, большинство их имеет какой-то природный статус тоже. И это выше всех, как у нас в законах. Если у нас всё-таки, если у нас пойдёт природное законодательство, это теперь, как в Новом Европе, это выше всех, всех остальных. Так что и много у нас судебных процессов уже, и природа охранения всегда выиграет эти судебные случаи, потому что это такой большой местуродный ответственность, что мы взяли, что если и вот это, где коровы гуляют, у нас это вот такое место, что это даже требует, потому что это, потому что это очень важное место для птиц, местуродный это ИБА. Это импортент переделки, важное место для птиц, это очень большой и местуродный такой договор и закон, что из-за этого тоже, как и эти коровы, самые хорошие, что открывают этот ландшафт, что они, Эстония, спасают это птицы, потому что если там много камыша, тогда есть, ну есть птицы, которые там на камышах тоже идут нормально, все-таки многие птиц все-таки хотят быть на открытом месте, и из-за этого коровы очень, очень хорошие, и они друг друга не мешают, птицы и коровы очень хорошо вместе, Ну иногда люди думают, если видишь корову, какой-то шаг. Бой, бой, бой.